К нам присоединяется Ростислав Гольцман, журналист, глава комиссии по международным связям Союза журналистов Израиля. Ростислав, я вас приветствую в эфире. Здравствуйте, Катерина. Здравствуйте, уважаемые зрители. Давайте, наверное, начнем с того, как, в принципе, в регионе в Израиле смотрят на это сотрудничество двух режимов, достаточно опасных на сегодняшний день. Российская Федерация, Иран, режимы подсанкционные. Мы видим, что идет некий взаимообмен у них военными технологиями, прежде всего. Чем это может быть опасно? Ну, прежде всего, Москва, Тегеран и Пхенян — это давно уже одна агрессивная ось, с которой приходится противостоять. Нужно понимать, что это всегда нечто единое, это нужно всегда видеть. В общем, тут нечего вынести за скобки. Во-первых, конечно же, что противостоит непосредственно Израилю — это не только Иран, это весь так называемый иранский полумесяц, то есть поезд стран, начиная от Ливана и до Йемена. То есть вот такой вот вытянувшийся полумесяц, поэтому и ракетная атака, которая упоминалась в предыдущем сюжете, она шла не только непосредственно из Ирана, но также и со стороны Ливана, и со стороны Йемена, где режим Хуситов запускает эти ракеты не впервые по Израилю. Поэтому нужно понимать, что здесь все достаточно серьезно. Это речь идет о баллистических ракетах, которые еще создавались при участии российских специалистов. И самое вот, если сейчас вот тоже, что было сказано в сюжете, речь идет все-таки о конвенциональных боеголовках, то появление уже у этих ракет ядерных боеголовок — это создаст абсолютно новую ситуацию, ситуацию, соответственно, неприемлемую. И Израиль уже сообщил, в общем-то, со слов непосредственно премьер-министра Бенемина Таньягу, который он сказал на недавнем заседании Узкого военно-политического кабинета по вопросам безопасности, что уже не стоит вопрос, будет ли нанесен ответный удар по Ирану. Конечно же, будет нанесен. И вопрос, когда и где. Конечно же, здесь, скажем так, кандидатами на основные цели это является то, что российская госкорпорация «Росатом» в свое время уже создала, построила на территории Ирана. Это известно, что речь идет о двух ядерных реакторах в свое время. Израиль передавал Кремлю разные документы, доказывая, что в Иране попросту нет какой-то мирной ядерной программы, что это сотрудничество недопустимо, из Москвы всегда был один и тот же ответ «Вы нас не убедили». Ну, что делать, если не удается убедить на словах, приходится убеждать как-то иначе. Ну, понятно, что это не единственное, что может стать целью ответного удара. Есть нефтяные качалки, есть те же морские порты на территории Ирана, во-первых, куда поступают товары, скажем так, так называемого серого флота, который продолжает торговлю с Ираном в обход санкций, а также то, что та нефть, которая уходит в рамках того же серого флота. В основном, правда, речь идет о Китае. Китай, он сейчас главный бенефициар вот этих вот отношений со странами и сгоями. Туда идет просто даже не по льготным, уже по каким-то демпинговым ценам и нефть, и газ из Ирана, и, соответственно, из Российской Федерации. Иногда может показаться, особенно в течение последней недели, что между Ираном и Российской Федерацией возникли какие-то противоречия. Стоило бы обратить внимание хотя бы на недавних заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Пизышкиан после своего выступления неожиданно дает пресс-конференцию, на которой вдруг заявляет, что нет ничего важнее, чем территориальная целостность страны, что они считают неприемлемым российскую агрессию на территорию Украины, потому что самое священное, что может быть, это границы государства. В ответ, так же, ну, не называя своего контрагента, министр иностранных дел Лавров выступает с речью, в которой вдруг упоминает резолюцию Совета Безопасности ООН по прекращению войны на территории Ливана, которая не была выполнена, указывая, что Израиль все свои там обязательства выполнил, но Хизбалла до сих пор находится на границе, обстрелы Израиля продолжаются, то есть не выполняется решение этой резолюции. То есть такое, ну, перебрасывание фразами, вы нас хотите выгнать с Украины, тогда убирайтесь из Ливана, но нужно понимать, что это не больше, чем война. Кстати, ну, известное такое выражение борьбы на наиских мальчиков, то есть настоящей борьбы там нет, подтверждение того, что буквально на следующий день премьер Мишустин был в Тегеране, подписал очередные договоренности, а известно, что действительно готовится подписание договора между Ираном и Российской Федерацией о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Нужно отметить, что Путин уже подписал поручение Министерству иностранных дел, где он считает необходимым подписание такого договора. То есть не нужно ожидать, что действительно... Да, известно, что между этими странами существуют свои споры, в первую очередь территориальный спор по поводу шельфа Каспийского моря, когда, знаете, Иран страдает той же проблемой, как и другие. Они не понимают, что такое там, что Советский Союз состоял из разных республик. Для них даже Украина — это та же Россия. То есть была Россия, только теперь она почему-то решила разделиться на несколько стран. Вот они говорят, так почему же мы должны делить как-то со всеми этими странами, которые и так Россия, там шельф Каспийского моря. Надо поделить 50 на 50, половина Ирана, половина Россия. А Россия уже от щедрот своих пусть там дает Азербайджану, Казахстану и так далее. То есть да, существует конфликт. Да, конфликт серьезный. И да, иранцы несколько раз пытались вот с помощью вот своего флота на Каспийском море как-то менять, потому что существует решение по разделу Каспийского шельфа, как-то изменить, но им все время противостояли, потому что там есть кому противостоять. Прежде всего Азербайджан, который, ну, главный бенефициар, потому что основные нефтеносные шельфы находятся у Азербайджана. То есть есть какие-то споры между Российской Федерацией и Ираном, но они не настолько серьезны, чтобы сейчас две страны из Гоя отказались от совместного сотрудничества по одной простой причине. Других союзников у них на настоящий момент попросту нет. Ну, если не считать там Хамас, Хуситов, Ливан и Сирию. Ну, это особенно о Сирии сейчас говорить о суверенном государстве просто невозможно. Поэтому вот из основных игроков, тем более, обращаю ваше внимание, почему всем этим силам важна Российская Федерация. Российская Федерация, что бы там ни было, на настоящий момент по-прежнему постоянный член Совета Безопасности ООН. И все эти преступления, что творят эти страны, они спокойно прикрывают пользуясь правом ВЕТА. Поэтому еще раз повторюсь, этим двум странам на настоящий момент попросту некуда друг от друга деваться. Может быть, это будет неискренняя дружба, но это вот дружба двух изгоев, которым больше никого искать. Просто никого искать. Они друг у друга единственные. Ну, да, кстати говоря, если говорить об этом досотрудничестве, вот сейчас активно обсуждается, что Иран передал России ракеты ближнего радио-содействия. Речь идет о ФАТХ-360. Ну, не пусковые установки для их запуска. Об этом агентство Reuters сообщили три источника. По их информации, причин якобы несколько. Во-первых, придерживая пусковые установки, Иран оставляет пространство для новых переговоров с западными странами о смягчении напряженности. Ну, и, во-вторых, Москва может планировать модифицировать грузовики для перевозки ракет, как это сделал Иран. Также напомню, что очень долго уже идут разговоры о передаче баллистических ракет. ФАТХ и Зульфакар, я так понимаю, Иран тоже их сейчас в Москве не передает, но переговоры продолжаются. Мы видим, насколько активно тоже российское военно-политическое руководство сейчас в Тегеран приезжает для переговоров. Но все-таки это не дружба, я так понимаю, это сотрудничество, которое вызвано контекстом того положения, в котором оказались сейчас эти страны. Безусловно, безусловно. Это не от большой любви друг к другу, но выбор у них небольшой. Что касаемо передачи баллистических ракет, неполной комплектации, нужно понимать, что Иран активно сейчас старается, ну, скажем так, заигрывать с западным обществом. Но нужно понимать, что для самого иранского руководства здесь нет никакого противоречия, о чем они говорят открыто. Что, с одной стороны, мы пытаемся добиться симпатии Запада, с другой стороны, мы продолжаем финансировать террористические организации по всему миру, и для них в этом нет ни малейшего противоречия. Террористические акты для них абсолютно легитимный метод ведения переговоров. Вот как бы для нас это парадоксально не звучало, для них это абсолютно нормально. И еще один момент, который нужно учитывать, кстати, который обсуждался на переговорах премьера Мишустина в Тегеране, платежеспособность России. Россия все время уговаривает иранцев делать все-таки это в рамках бартера. Уже были сложности, когда вот даже объем вот этих беспилотников шахет из Ирана стал постепенно сокращаться. Ну, во-первых, какие-то хорошие люди стали взрывать заводы прямо на территории Ирана, заводы по производству шахетов, но даже не это было главное. России было элементарно, они закладывали какие-то суммы для оплаты, и эта оплата не приходила. А сейчас Иран, он заинтересован, естественно, не только в бартере, но и, собственно, в деньгах. Во-первых, для своего населения действительно обесценивается местная валюта, и это плохо. Во-вторых, финансирование той же Хизбаллы, которая ведется исключительно наличными. Речь идет о миллионах наличных долларов. А сейчас вот в Хизбалле произошло, после тех активных действий израильской авиации, которые были, вот удары по штабам, по командным пунктам, среди всего сгорели и склады с наличными долларами. Тоже вот те самые миллионы, сотни миллионов долларов, они сгорели. А другой системы оплаты, после того, как экономика Ливана, она развалилась под санкциями США, а санкции были введены очень давно, еще при президенте Обаме, кроме как наличностью ничего невозможно. Поэтому это внесло определенную нервозность в отношении двух стран. Но, по крайней мере, как указывает сейчас российская сторона, вроде бы договорились все-таки на бартер. Вот в Россию там ракеты, беспилотники, самолеты, они обещали, конечно, иранцам давно эти самолеты все никак не дошли, но вроде бы сейчас уже, да. Ну и товары с оккупированных территорий Украины, это и пшеница, это и уголь, ну и даже говорили о каких-то разобранных, ну тут я не хочу, это что-то на уровне слухов, что на территории Украины разбираются целые заводы, которые куда-то эвакуироваться. Но это на уровне слухов. Но что касается определенных групп товаров, да, это так, видимо, договорились о бартере. Ростислав, большое спасибо за то, что к нам присоединились. Будем продолжать следить за ситуацией. Ростислав Гольцман, журналист, глава комиссии по международным связям Союза журналистов Израиля, напомню, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова